К нам на телекомпанию часто обращаются люди с просьбой помочь разобраться в сложной ситуации. С проблемой такого масштаба мы столкнулись впервые. Животноводческая ферма «Рассвет» с октября 2015 года на слуху у правоохранительных органов. За полтора года здесь украли около 100 голов крупнорогатого скота. Потери фирмы составили порядка 6 миллионов рублей. Уводят преимущественно стельных коров и молодых телят. Последняя кража скота была две недели назад. Увели 7 голов. Из-за этого предприятие лишилось июньского отела и нескольких тонн молока. Полиция реагирует, они от нас заявления принимают. Они каждый раз приезжают на вызов. Не отказывают. Но они считают, что мы виноваты сами. Мы стоим возле дороги, мы не огороженные. Считают, что у нас персонал не очень квалифицированный. Надо персонал менять. Но, извините, это севское хозяйство. Профессоров Гарварда я сюда пригласить работать не могу. Как можем, мы обороняемся. У работников предприятия складывается впечатление, что хозяйство разоряют специально. Это непростая история началась с того момента, когда компания «Вита» разделилась на две. С тех пор компания рассвет и несет потери. Животные пропадают в любую погоду и время года. Воруют, как говорят работники, свои. Ведь воры знают все передвижения ночного сторожа, расположение камер и многие другие нюансы. Коровы ручные. Любой человек может не подойти, надо даже не мукнуть, ничего. Взять ее и все. На веревку и спокойно даже выйдет. Ночной сторож на ферме один. Все стадо с 8 вечера до 8 утра, как говорится, на нем. По словам Сергея, сейчас любой ночной шум вселяет ужас. Работать ночным скотником на предприятии страшно. Но работники надеются, что виновные будут наказаны и перестанут кошмарить бизнес. Когда мы работали раньше, у нас такого безобразия не было. Вообще не было. Чтобы воровали или что-то там крали, такого не было. Как только мы разделились, стало два хозяйства разных. Ну, наше вот хозяйство, а я не знаю, как тут он называется, по-моему, Заматаев и П. Заматаев. Он находится буквально через дорогу. Стало появляться кража. Сейчас в хозяйстве 203 головы крупнорогатого скота. Молока катастрофически не хватает. Сырье для дальнейшей переработки приходится закупать. Это негативно сказывается на бюджете предприятия. Но несмотря на большие трудности, владелец ставит перед собой оптимистичные цели и старается расширять рынок сбыта. Сбыта у нас Касимов. Много социального сектора, детские садики. Кто хотят, чтобы у них детей кормили натуральными продуктами, то те садики берут у нас. Кто смотрит на тендеры и статистик, то те берут, видимо, где попало. Компания Витаэль сегодня выпускает небольшую линейку продукции. Это ряженка, кефир, молоко, творог, сметана. Вся продукция натуральная и не раз была отмечена различными наградами. Цитируя известный фильм, скажем, что коровы – это не только 10 литров молока в день, это и около 200 килограммов чистого мяса. Стоит говядина 450 рублей. Посчитать прибыль воров нетрудно, ведь с большой степенью вероятности можно предположить, что коровы с хозяйства Рассвет уходили, как говорится, на мясо, а несколько десятков останков животных были обнаружены полицейскими в Касимовском районе. Ворованное мясо разделывалось и продавалось в нашем городе с рук. Во избежание покупки ворованного мяса, а также просто некачественного, покупайте его только на специализированных рынках. Здесь работает ветврач, который проводит все необходимые проверки. Помимо краж с фермы ООО «Рассвет», животные пропадали у хозяйства «Новый быт» и «Ордабьевской животноводческой фермы». Связаны ли эти дела между собой, возможно, скоро узнаем. Мы уверены, что до развязки этого запутанного дела осталось ждать недолго. Мы следим за развитием событий и будем держать вас в курсе этой интригующей истории. Дмитрий Детинов, Александр Алабин. Информационная программа «Самое время».